Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас немного ответ к головоломкам. Значит год назад получается как наступил новый год. На следующее утро 1 января была небольшая прогулка. Были найдены вот такие вот замечательные находки. Поставили их просто на клумбу. Ну, наверное, с целью, чтобы кто-нибудь взял. Но я не прошел стороной. Вот попался такой вот кубик рубик. Ну, что-то я смотрел где-то рублей 250 стоимость такого. Бушного, конечно. Но, тем не менее, он крутится лучше, чем вот есть на рынках по 60 рублей у китайцев продаются. Что там запчасти, они просто вылетают. А тут тут можно потренироваться, что-то поделать. Короче, вот такой вот кубик-рубик. Интересненький. Ну, это получается у нас родоначальник Венгрия, изобретатель Эрнио Рубик. Вот. сейчас куча соревнований проводится по спидкубингу. То есть, много ребят, кто занимается данным видом искусства, ремесла. Вот. Так что, вот такая вот штуковина из Венгрии. Такое вот изобретение, можно сказать. вот, да, но он не советский, конечно, видно. Вот. И вот такой вот немец, можно сказать. Это у нас с Германией. Изобретатель данной головоломки Уве Мефферт. Значит, Германия. Ну и данная головоломка у нас называется пирамидка Мефферта. Вот. Ну тоже цена, думаю, бушная, рублей 300. Ну вот. Ну, естественно, это все не для продажи, это больше как что-то коллекционное. Ну и самому нужно потренироваться, пособирать. Я вот тут что-то уже какую-то методику высматривал, что нужно собирать вот эти радиационные знаки, чтобы они совпадали, чтобы каждый уголочек по цветам был. То есть, короче, собираем эмблему Митсубиши везде, вот так вот. И чтобы все было в цвет. И здесь вот каждый уголочек был в цветовой палитре, ну, совпадал. Должны быть везде совпадения, короче. Ну, вот оно у нас там крутится так, так. Обратно мы возвращаем, чтобы цвета не сбить. Такие вот замечательные находки. Мне удалось раздобыть, найти, как бы просто прогуливаясь по центральным улицам своего города. Так что, вот как-то вот так, друзья. Будем дальше тренироваться, пробовать их собирать. Потому что, они на самом деле долго-долго лежали. Я вот что-то о них вспомнил. Просто лежали не на видном месте, на самом деле. так что, друзья, вот как-то так. Это я вам хочу сказать лучше, чем электронные игры на телефоне или на компьютере. Уж лучше над таким голову поломать, чем тупо нажимать на кнопочки. Вообще, просто инстинктивно и атрофировать дальше свои мозги. Все.